Мы на самом деле вот просто сейчас как родители, как общественники ведем такую профилактическую работу против травматизма и гибели детей на воде. Кристина Иванова мама двоих детей. Чтобы освежиться и позагорать, пришла с ними на пляж. Наслышана о несчастных случаях на водоемах. Говорить за активными мальчишками нужен глаз да глаз. Вы знаете, я прежде всего мама и я руководствуюсь, наверное, самыми инстинктивными такими средствами защиты. Я всегда нахожусь рядом и всегда он у меня должен быть в поле зрения. И обязательно воду заходит с кругом и с какими-то оборудованными средствами. И всегда ребенок должен быть в визуальном контакте с мамой. В жару пляж – настоящее спасение, но многие из них не санкционированные. Это значит, что на помощь спасателей рассчитывать не приходится. Одно водоема вряд ли обследовано. Поэтому риск травмирования и даже гибели очень высок. Разъяснительную работу с посетителями одного из таких пляжей провела председатель общественной палаты округа вместе с представителем родительского сообщества. Безусловно, такой досуг должен приносить только радость, удовлетворение, но никаким образом не является причиной каких-то несчастья, не дай бог гибели. И самой страшной гибели детей. Поэтому мы подготовили вот такие информационные листовки, которые мы раздаем семьям с детьми, проговариваем еще раз, на что надо обращать внимание. Мониторинг показал, большинство родителей осознанно подходят к пляжному отдыху с детьми. Родители реально готовы, и они приходят с детьми, несут за них ответственность, не просто там лежат и загорают, а именно следят за своими детьми, как те проводят время в воде. Большинство родителей местные и очень хорошо знают это место, пляж. По статистике, чаще всего получают травмы и гибнут на водоемах подростки в возрасте от 10 до 16 лет. Поэтому оставлять их без присмотра ни в коем случае нельзя. Но самое главное, выбирайте только специально оборудованные зоны отдыха у воды. Эмилия Ракелян, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.